Лапушка Весна! 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 Начну с того, как по дороге в Вешни, сверкающей и залитой водой, вернулся я заметно подрослевший и в то же время очень молодой. Себя на свете чувствующий прочно, прошедшие земли все и города, вернулся я еще не зная точно, идти ли мне учиться и куда. Но если мама попросту пугалась, что вдруг женюсь я в возрасте таком, то год спустя она остерегалась, чтоб не остался я холостяком. Ну что ты все за книжку да за книжку, ведь и так вечно будешь одинок. Глядил у Коли Зуев малышка, а Коля помоложе ведь ног. А я смеялся, не было заботы, и закурив садился в стороне, как будто знал особенное что-то, доподлинно известное лишь мне. Но я не знал, и в этом было дело, как любят настоящие сердца. Я был самоуверен до предела, и не был откровенен до конца. И делал вид, что мне не интересно с девчатами встречаться при Луне. А между тем, мне было очень лестно узнать, что кто-то тужит обо мне. Но потому что дело напривычно, не замечал вокруг я никого, мне вслед смотрели тоже безразлично, студентки института моего. Однажды помню, стоящую тетрадкой, я в институт на лекцию пришел. Был ясный день, и я вздохнул украдкой, садясь на свой нагретый солнцем стол. Косясь на белобрысую соседку, которую, признаться, не любил, я не спеша тетрадь придвинул в клетку, потом проверил, хватит ли чернил. Мигнув друзьям, устроившись рядом, успел подумать, завтра выходной. И в этот миг я вдруг столкнулся взглядом с веселой однокурсницей одной. Мы много раз встречались с ней глазами, но равнодушны были до сих пор, и лишь теперь почувствовали сами, что случайно глянули в упор. Как будто вдруг заметно еле-еле, великий врач коснулся наших глаз, чтоб мы в одно мгновение прозрели, заметив сколько общего у нас. Увидел я, мне нужно быть искусным, стараться красноречием покорить, с ней и веселым можно быть, и грустным, с ней, как с самим собой говорить. И все, что было свойственно мне раньше, о чем пришлось мне нынче рассказать, весь тот налет мальчишества и фальши, хоть не исчез, но начал исчезать. Упала с глаз мечтающая сетка, и яркий мир пристал передо мной, и даже белобрысая соседка мне показалась милой и смешной. Влюбленная в заслуженных артистов, она сидела около окна, со сплошь таких веснушках золотистых, как будто прямо на улице весна. Быть может, раздавали за стеною звонки трамваев, чьи-то голоса, не слышал я, сияли передо мною почти родные оставшие глаза. Раздумья их, улыбку и слезу их, я так пойму, я так смогу им внять, как даже твой хваленый Коля Зуев не смог бы мама этого понять. Восьмой Марта! Восьмой Марта!